Новостью номер один в мире сегодня стало сенсационное заявление Северной Кореи. Режим Чучхэ объявил о первых успешных испытаниях водородной бомбы. При этом на самом деле до сих пор так и не ясно, была ли бомба настоящей, то есть термоядерной или информационной. США уже заявили, что у Пентагона нет доказательств того, что Пхенян действительно провел испытания. Радиационный фон на Дальнем Востоке не изменился. Хотя ранее, сегодня же Южная Корея зафиксировала подземные толчки магнитудой 5,1. В любом случае, действия КНД уже осудили на Западе. А Совет Безопасности ООН провел по этому поводу экстренное заседание. О здании штаб-квартиры ООН в Манхэттене к нам присоединяется мой коллега Евгений Маслов. Женя, приветствую. Вам слова. Да, Валера, Совет Безопасности ООН был созван на экстренное совещание в связи с испытанием Северной Кореи ядерного оружия по инициативе США и Японии. Сегодня же генеральный секретарь ООН Пан Гимун встречался со своими советниками, чтобы выработать ответную стратегию. Свои возмущения в связи с испытанием выразили также большинство европейских стран, Индии и даже протеже КНДР Китай. И хотя представитель России при ООН Виталий Чуркин предложил не делать поспешных выводов в Москве, в МИГе, тем не менее, заявили уже, что если информация подтвердится, то это будет нарушением международных договоренностей. Суммируя реакцию мирового сообщества, возмущение и протест, одним из первых на новости отреагировал генеральный секретарь ООН Пан Гимун, осудив испытания водородной бомбы в КНДР и призвав кинян прекратить дальше накалять обстановку в регионе. Подземные ядерные испытания, проведение которых объявила КНДР, это очень тревожная новость. Эти испытания нарушают целый ряд постановлений Совета Безопасности и игнорируют призывы мирового сообщества прекратить подобную деятельность. Это также прямое нарушение международных норм относительно ядерных испытаний. Эти действия серьезно подрывают стабильность в регионе, и мы их категорически осуждаем. В КНДР, несмотря на суждения со стороны мирового сообщества о проведенных испытаниях, с гордостью рассказывают по национальному телевидению, показывают ликующих на улицах пиняна людей. События называют историческим, полностью игнорируя даже протесты ООН. Надо сказать, что пинян заявил о наличии у страны водородной бомбы еще в начале декабря, но тогда к этим сообщениям не отнеслись серьезно. А в 2006 году, в 2009, в 2013 в КНДР были проведены подземные ядерные испытания, которые вызвали протесты со стороны международного сообщества, и после нескольких резолюций ООН наступило временное затишье в этом смысле. Между тем, важно отметить, что в США ряд экспертов усомнились в том, что КНДР действительно испытала водородную бомбу. Датчики, в частности в Южной Корее, зафиксировали сейсмическую активность на северо-востоке КНДР. Но сила толчков, как считают эксперты, в несколько раз меньше, чем они должны были бы быть в случае испытания водородной бомбы. Поэтому в США сейчас занимаются анализом данных. Валера? Евгений, а что намерен теперь в этой связи предпринять Совет Безопасности ООН? КНДР уже находится под санкциями Совета Безопасности ООН после проведенных прежде испытаний атомной бомбы. Если последнее сообщение о проведении нового испытания подтвердится, санкции в основном экономического характера в отношении страны могут расширить. Но, как мы видим, Пхеньян просто игнорирует весь остальной мир. По этому поводу уже, кстати, высказались кандидаты в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии. В частности, Марк Рубио назвал это, разумеется, результатом политики президентов-демократов Клинтона и Обамы. И пообещал более жесткий диалог с Пхеньяном в случае своего избрания. Спасибо, Евгений и мой коллега Евгений Маслов о международной реакции на сообщение Пхеньяна о запуске первой в истории КНДР водородной бомбы.